Абдул-Хаким Идрис Провели серию мероприятий в Тель-Авиве и Иерусалиме с 15 по 20 декабря под эгидой Госдепартамента США и Посольства США. Началось бегство богатых китайцев. Было замечено, что богатые граждане Китая спешат инвестировать за границу, чтобы избежать различных рисков, связанных с политическим или социальным давлением со стороны коммунистического режима. Согласно информации экономической повестки дня, китайцы, имеющие инвестиции в сфере отраслевых ресурсов страны, предпочитают покупать активы в США и других странах, чтобы сократить свое присутствие на местном рынке ценных бумаг. Ожидается, что эта тенденция ускорится в 2023 году. Италия прекратит совместные полицейские патрули с Китаем Италия приостановила действия соглашения о совместных рейдах с китайской полицией из-за так называемых иностранных полицейских участков, которые Китай незаконно установила в Италии. В интервью, опубликованном 19 декабря, министр внутренних дел Италии Матео Пиантедози заявил, что выдача разрешения китайской полиции на участие в совместных патрулях прекратится, а сотрудничество будет осуществляться другими способами. США готовы помочь Китаю в борьбе со вспышкой коронавируса. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов помочь Китаю бороться с коронавирусом, поскольку в сдерживании пандемии заинтересован весь мир. Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрес Адхан Гебриус заявил, что вот с тревогой оценивают рост числа случаев COVID-19 в Китае в последние месяцы. Неожиданный визит бывшего президента России Медведева в Китай В видео, которым бывший президент России Дмитрий Медведев поделился в социальных сетях, сообщается, что Медведев посетил Китай и встретился с президентом Си Цзиньпином. Медведев, который в настоящее время является заместителем председателя Совета безопасности России, отметил, что в ходе встречи обсудили стратегическое партнерство между Россией и Китаем и сотрудничество между двумя странами, а также кризис в Украине. Визит, о котором не объявляли заранее, совпал с днем начала учений военно-морских сил России и Китая. Военно-морское сотрудничество 2022 в Тихом океане. Президент Украины Зеленский находится в США Президент Украины Владимир Зеленский, совершивший свой первый зарубежный визит с начала Российско-Украинской войны, прибыл в столицу США – Вашингтон. Зеленский вошел в Белый дом в костюме цвета хаки с гербом Украины, который он носил на протяжении всей войны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает положительного результата от визита Зеленского в США. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция в Украине будет продолжена и в 2023 году.